здравствуйте дорогие друзья с вами вновь сангейтс радио и сегодня у нас в гостях вновь как это уже повелось по традиции в эти дни борис увайдов известный врач специалист в области традиционной и нетрадиционной медицины которые уже очень много лет несколько десятков лет живут в америке успешно практикует и сегодня можно смело сказать что борис владеет не только наукой но и искусством исцеления и сегодня он ищет учеников которым он мог передать свои знания для того чтобы они никуда не ушли не исчезли это очень важно иметь талантливых людей которые готовы были бы подхватить вот этот факел нести его дальше эти знания развивать и вот борис сегодня находится как раз в таком поиске так что талантливые люди желающие получить уникальное совершенно знание подкрепленные практикой пожалуйста отзовитесь вы можете стать учениками такого серьезного и опытного талантливого специалиста как борис увайдов здравствуйте борис приветствую да начинаем программу насколько я знаю мы сегодня хотели поговорить о право проблемах связанных с простатой с предстательной железой мужчин да вот речь пойдет о том что я когда-то работал в самой большой клинике союза ссср на территории узбекистана под ташкентом построили клинику после землетрясения 66 года на 400 код значит каждый раз нас как бы меняли дерматовенерология и урология вот малая урология значит 6 месяцев венерология 6 месяцев дерматология вот и значит каждый день я видел десятки десятки новых клиентов естественно я лечил практически альтернативными методами потому что я понял уже тогда после того как я сам болел 25 лет и все эти так называемые таблетки не только заглушали проблему вот но исцеление не происходило 25 лет таблеточного лечения на себе саму с детства моя мать педиатр давала и кормила меня этими антибиотиками и разными другими химическими препаратами поэтому я уже не верил когда восстановил свое здоровье и альтернативные методы поэтому я взял разрешение угла врача применять значит альтернативную медицину и он такое разрешение как ни странно дал наверно в те годы это была редкость он сказал так что я не буду тебе давать подножки и не буду как бы громкогласно говорить во всем а заведующие этого стационара мы с ним вместе кончали мединститут вот главврач имел такой характер что он как бы он верил в альтернативную медицину но она еще как бы находилась зародившим состоянием но было много еще традиционного того что узбеки верили в эту табибскую медицину табибы все или естественную медицину вот я у них тоже учился так одним словом там была прекрасная профессора среднеазиатские ученые доценты профессора каждую неделю приезжали консультировать всех больных в заведующие значит заведующие отделение я был врач и мы там значит устраивали консиль все непонятные вопросы новые интересные вопросы связаны с этим материалом разбирался по частям а потом значит профессора говорила что делать как вести дальше этих больных представьте себе в дерматологии в урологии венерологии имеется более пяти семи тысяч диагнозов и номинований представляете сколько информации врач должен перевалить для того чтобы сделать правильный вывод как удалить все эти главные причины вот значит лично я сам тоже болел простатитом и у меня был капающий или гнойный простатит так называл его уролог профессор так вот этот уролог который меня лечил он был узбеком но зачем был прогрессивным разумным человеком учился у профессора заиграева еще в двадцатых годах вот профессор и заиграев он имел много научных трудов именно и по такой по такой медицине в основном альтернативная медицина и он меня научил тогда у меня было такое состояние что я практически не мог спать мало того что были боли промежностях более давалось значит яичко вот значит нарушение мочи спускания это главная причина ночью встаешь несколько раз замедленная струя страшное депрессивное состояние да все это типичные симптомы острого простатита совершенно верно значит классификация простатита острый хронический и атипичный значит тогда у меня конечно были знания но не такие как вот настоящее время это сколько времени прошло семидесятых года я практиковал вот дерматовенерологию и урологию и когда заведующий значит уходил он был вообще пьяница и когда у него были запои я был заведующим у меня было 65 человек вот а поскольку главрач мне ну как бы я заходил с коньяками то есть отношение прежде всего личные до пыли без коньяков я к нему не заходил а поэтому он делал всегда снисхождение и говорил только не злоупотребляй почему потому что я делал всякие альтернативные методы включая уколы из сырого яйца значит я разводил физиологические растворы вот яйца именно сегодняшнего а мои друзья школьные они держали там мать держала этих кур и естественно был там петух и когда куры имеют яйца из-под петуха она имеет колоссальную силу и там значит состав минеральный другой уже здесь он называется фэтуаз если вы знаете в магазинах продают яйца фэтуаз называется это значит что эти яйца из-под петуха это самые полезные яйца и яйцо должно быть теплое вот именно сегодняшнее чем раньше будет делаться укол тем эффективнее будет эта терапия я я как-то рассказываю в своих роликах что я этими уколами спас жизнь моей бабушки которая мучилась пять лет мне были не зашивающие трофические язвы и когда после первого укола у нее зажила это язва которая пять лет не проходила у меня было шоковое состояние и течение короткой она не могла ходить у нее не было сил когда я сделал второй третий укол обои язвы зажили а сколько было мучений в течение пяти лет ну для традиционной медицины это конечно полнейший шок и никаких вариантов в плане признания этого наверное нет ну конечно нет но кто это мне попалось письмо значит письмо написал значит администрация капустина был такой главврач где-то там подмосковье жил и его откуда он взял это я не знаю но он вылечил десятки тысяч инвалидов включая включая рак желудка несколько человек рак легкий вот и он этих больных повез в москву на медицинскую конференцию для того чтобы доказать что он не верблюд то есть история болезни главврач грамотный человек тогда была замминистра по-моему лепешинская ну когда они увидели такие результаты потрясающие но там добро не дали потому что ясно почему одним словом я поверил и стал как бы на свой страх и риск делать прежде всего я себе сделал мне сразу стало легче потом я убедился что и кожные болезни прекрасно не такого логические но и кожи одним словом вот этот простатит искусство заключается в том медикам чтобы вести себя так чтобы есть пить вести правильный образ жизни не заболеть этим этой болезни но однако статистика говорит что вот где-то 70-80 процентов этой проблемы значит имеет мужчина уже после 30 лет то есть вялотекущая асимптоматическая то есть практически нет симптома маленький но там же есть небольшой вялотекущая воспалительный процесс значит есть инфекционный бактериальный инфекционный уретрит и простатит а есть не инфекцион есть бактериальный инфекционный я имею ввиду по венерической линии когда человек болеет венитическим заболеванием гонорея трихоманиаз вот разные другие кандидоз это инфекция уже вот она поражает по восходящему типу допустим если взять вот видите это кровоснабжение вот этого отдела малого таза и практически во всех случаях хронических и острых простатитов лежит гонозный застой нарушение кровообращения особенно капилляр капиллярного это такое состояние когда закупориваются мельчайшие капилляры 7-8 микронов и там получается сгущение крови темная кровь и отсутствие питательных веществ кислорода микро макроэлементов значит капилляра апатии капилляропатии переводит нарушение капиллярного кровообращения вот это главная причина на физиологическом уровне на психологическом уровне на ментальном уровне когда человек думает об этом когда ему говорят медики что это хроническая болезнь будет затягиваться на много лет она может быть неизлечимая все зависит от того что врач будет говорить больно и эти психозажимы эти блоки он фиксируется на этой болезни и болезнь будет психологическом отношении прогрессировать и блокировать даже если ты правильно будешь лечить человека это будет тормозить ему для выздоровления поэтому эти зажимы блоки и его отношение к болезни что это неизлечимо и так далее он должен всю жизнь начинает тормозить скорость выздоровление значит на психологическом уровне надо стереть все эти отрицательные эмоциональные состояния от которого зависит его эндокринная система иммунитет и другие защитные силы человека разберем какие еще причины могут быть значит медики в большей степени пропускают проблемы с эндокринной системы эмоциональной это вовлечение щитовидной железы как не страх когда идет проверка на щитовидной железы то всем практически говорится что у них все нормально никаких проблем нет на самом деле эти разрушительные процессы продолжаются и у медиков нет таких тестов которые показывали начальные изменения щитовидной железы но я говорю как дома определить это простые очень тесты это тест с йодом насколько это пятно йодистое держится и второе после 8 часов вечера она включается после 8 до 12 часов активность щитовидной железы начинает возрастать и тогда надо померять температуру потому что три гормона щитовидной железы они вырабатываются только при температуре 36,8-37 градусов цельсия поэтому я когда иду спать я завяживаю шерстяной кашне потому что когда там тепло вырабатывается три гормона поскольку мы нарушили законы природы одна из причин это густая кровь в мозгу и связь между простатой связь между щитовидной гипофизом гипоталамусом и шишковидной железой нарушается нейроны не могут функционировать правильно вот и команда не идет от головы ну что весь организм имеет мудрость и эта мудрость это электронная вычислительная машина которая запускается самого рождения она неправильно функционирует густая кровь тоже нет теста я очень легко определяю значит делаю вот так вот крест-накрест спины и значит область живота и там по дермографизму что я вижу какая полоска розовая красная широкая узкая или вообще нет реакции я определяю насколько запущенные кровеносные сосуды включая капилляр очень простой тест вот не надо никакие дорогостоящие вот тесты для того чтобы определить начальные изменения так вот щитовидная железа это парно это железа и значит железы которые внутри мозга они как бы парно работает если здесь не в порядке щитовидная железа значит и простата будет проблемная она уже не будет работать правильно и там будут различные патологии то же самое у женщин если щитовидная железа заниженная у нее всегда будет проблема с яичниками то есть с гормональными проблемами которые выделяют прогестерон эстроген эстрадиолы тестостерон всегда будет проблем но она не знает время упущено и уже запущенные хронические болезни после 25-30 лет это же с детства все копилось дальше значит инфекции могут быть во рту в деснах зубах если человек не знает что делать ну допустим сделали ртутную пломбу все это инфекция пойдет желудок потом в кровь потом могут быть воспалительные процессы это предстательная железа она очень любая инфекция любая она может дать проблемы с предстательной жизнь я прошу прощения я вот как раз знаю что где-то во второй половине 90-х годов были очень популярны в америке ртутные пломбы их ставили всем всем подряд и теперь получаются люди у которых они сохранились нужно их срочно менять как я понял потому что как выяснилось это очень неблагоприятно влияет на состояние а представьте себе что бутейко бутейко знаменитый человек который 40 лет доказывал значение правильного дыхания кстати вот по его системе бутейко тоже надо лечить эти хронические болезни включая простатит он говорил во первых он снял все эти зубы значит не только ртутные пломбы он снял все зубы коронки что металл вот ртут канала везде инфекция так вот он снял все эти зубы поставил искусственное и всем своим коллегам тоже стал говорить уберите все это потому что а изо рта идет эта инфекция дальше идет в желудок желудок поражается оттуда идет все это в кровь и поражает те системы которые уже ослаблен так вот дальше идет значит проблема в желудке значит изо рта это всякая бактериальная инфекция идет если слабый иммунитет все желудки будут развиваться та инфекция которая будет наводнять кровь а кровью уже в различные органы и системы тензиллиты могут давать простатиты одна из причин ангины которые часто тоже могут поражать дальше мы поговорили насчет вот этих всяких причин венозный застой сидящий работа вот любые конторские работники они имеют проблему и возможности различные сексуальные перверзии которые я говорил кое-то с интерактус то есть прерванный половой акт мастербация всякие проблемы излишки и ненормальная половая жизнь сексуально везет простатитом и дальнейшем случае аденомы это уже запущены и рад представить можно ли избежать этих проблем если по необходимости у мужчины длительные в течение длительного срока он воздерживается ну допустим находится в командировке очень длительной экспедиции и вот половой жизни нет очевидно это какой-то как раз рис связаны с венозным застоем как быть если какие-то упражнения может быть специальные для того чтобы поддерживать тонус и простату какой выход из этой ситуации выход простой если человек занимается йогами правильно питается делает профилактику ходит в баню с веником у него никогда не будет проблемы с этой железу потому что железа как я сказал если получает достаточное количество кровоснабжения и питательных веществ он будет сама регулироваться есть женщина прекрасно нет женщины образ жизни и вот эти упражнения видите стойко это получается отток на голове и представьте себе это потрясающее средство для потенции вот он может управлять питание есть пища которая стимулирует вот допустим узбеки едят козу козы козы это конское мясо оно очень сильно возбуждает похоть все пряности шоколад кофе повышает похоть и любое мясное особенно камина вот это она повышает похоть и лекцию любые сахарные напитки повышает по моху некоторые специи продукты моря приветки острицы 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 да там очень много цинка тоже повышает потенцию значит человек может регулировать он может 10 йоги могут 10 лет не жить женщинами когда нужно они как бы включая автоматом сексуальную энергию они владеют сексуально и у них начинается другая работа то есть у них восстанавливается сексуальная эрекция то есть этому можно обучить но если ты не обучен тогда будет накапливаться этот секрет предстательной железы и там может получаться значит застой веноза теперь я вот как специалист значит меня научил этот профессор как делать массаж значит все манипуляции я прекрасно знал и владел поскольку ученик заиграева меня лично я отлично учился вот так вот массаж это есть и профилактика и лечение я здесь читал один научный труд одного американца так вот он рассказывает годы десятки лет люди мучаются с простатитом они ко мне приходят я постепенно довожу массаж прицательной железы до полчаса и даже первые после пяти минут массажа но это искусство это постепенно если ты неправильно будешь делать значит травма будет жизнь это есть искусство как делать массаж так вот меня он научил как это делать массаж я сотни сотни этих массажах дел и там получается отток я считаю что без массажа это будет половинчатый результат этой профилактика это и лечение но это не самая приятная процедура насколько я знаю поэтому ты не хотят урологи делать массаж это грязная работа за это не платят американским уролог я не знаю не покрывается когда не покрывалась лет 10 назад я разговаривал с ними и лечил я одно это было нью-йорк вот был один человек который болел много лет простатитом и поскольку медики не устраняя главной причины это значит простатит перешел как бы в аденому а потом в рак то есть время работает или на человека или же против чего я потом учился у одного частного врача когда только начинал свою профессию он был армянин очень вежливый человек он давал взятку милиционеру тогда и на дому принимал и даже оставлял на ночь этих больных с простатитом он вводил молоко это тоже один из приемов профессора заиграем значит молоко кипятилось коровье молоко потом брал сначала маленькие дозы постепенно увеличиваются и когда допустим пол кубика кубик ведешь температура будет увеличивать за вот это называется гипертермия поднятие поднятие температуры крови так ты не можешь поднять есть разные варианты сейчас я уже знаю другие варианты более простые у нас еще в медицине в союзе был такой препарат назывался пирогенат он повышал температуру в крови и таким образом раз раскручивал внутреннюю иммунную систему резервные силы начинали раскручиваться то же самое когда я делал уколы из яйца то же сам резервная сила так они находятся в здоровом состоянии дальше что я еще делал это это было в санта-барбаре были олимпийцы два чемпиона по футболу но они приехали из украины как бы работали сам временно на учебу и я с ними жил они внизу жили а я наверху жил в одном очень хорошем богатом доме у них были кожные болезни и один поймал инфекцию гонорею вот ему сразу дали сделать антибиотики прошло на время потом опять появилась и уже иммунная система падает после антибиотиков все начинает нарушаться заглушила у него была любовница вот он боялся с ней жить потому что у него выходили сначала остановилось все а потом пошли опять скудные выделения ему сделали хронический уритрит и это был инфекционный гонорильный уритрит и потом эта инфекция может переходить уже на железу все зависит от состояния иммунной системы защитных сил у него еще не было простатита но был уритрит осложнение гонорийного уритрита то есть это был залеченный уритрит не вылечено до конца я его обследовал когда я ему говорю антибиотики заглушили и не уничтожили эту инфекцию хотя антибиотики могут вылечить не всегда но могут вылечить инфекционные болезни как гонорея смотря кто лечит и какие дозы дают в данном ситуации его не вылечит я что говорю вам что давай вот сначала поднимем резервную силу будем делать уколы переливание крови аутогемотрансфузия то есть брать кровь из вены и прямо вводить в ягодицу я тогда уезжал я ему говорю товарищу я тебя научу ты будешь делать один раз я показал он сам стал делать все сначала никакие антибиотики ничего мы готовим организм потом пошли в бане и я ему значит рассказал детально как усиливать увеличивать температуру в крови тоже резервные сил после этого серийного он помню пил чайный гриб микро макроэлементы гликуроновая кислота вот алоэ внутреннее очищение бани и после где-то подготовки целого месяца я могу иди вот сейчас к своему доктору урологу венерологу и пусть он тебе дает антибиотики широкого спектра действия и тогда у тебя инфекцию идет так и он и сделал полностью вылечили я ему сказал как делать провокацию медики это знаю селедку пиво если инфекция убила все нормально то не будет никакого выделения когда надавливается на головку полового члена и мы его полностью вылечили он был настолько мне благодарен он был на все руки массы здоровый гигантов и я кожных болезней мы вылечили обоих вылечили так он ремонтировал мою машину как механик просто уважение к тому что я его как бы спас восстановилась сексуальная энергия то есть он начал жить и так далее до этого он был депрессии потому что сексуальная энергия сразу бьет на психи чек депрессии никакой надежды нет зачем жить если нет лечения скажите пожалуйста а вот я перебью вас как вы относитесь к тому что иногда на узи находят в простате включения вот эти кальцинит и кальцинаты то есть какие-то закапсулированные там проблемы уже они уже от обросли кальция можно ли если какие-то способы вот эти сети от этих вещей избавиться растворить их и привести в первоначальное здоровое состояние простату конечно конечно есть если господь бог создал человека и его природу животный мир и так далее он обязательно до образования дал сотни тысяч этих лекарств которые являются виде растений корр цветы вот эти специи он создал я но почему сейчас не использую это уже дело самого человека бог сделал все для человека чтобы человек процветал творил радовался наслаждался так вот пиявки и спасает это потому что с пиявки как никогда быстрее восстанавливает капиллярное кровообращение наивысшим уровне восстанавливает химизм крови слюнах пиявки содержится 100 минимум 150 170 целебных энзимов человек спит продолжается биохимические реакции в течение недели а куда ставятся пиявки в этом случае на область поясницы или как-то иначе в области края крестца и поясница вот именно за и нижняя часть это нервная система который управляет сексуально энергией эти люмбарные позвонки поясничные но пиявки мы сами именно на копчик на печень на промежность еще на точке это надо показать обучить вот первый раз я советую со специалистом поставить обучить его потом человек может сам это делать природе все для того чтобы восстановить свое здоровье вот но почему столько много больных и женские болезни и мужские болезни почему процветают эти болезни как вы думаете ну я думаю за невежество из-за того что пользуются не совсем теми способами их излечения которые на самом деле эффективны а теми которые рекламируются в социуме значит получается людей зомбируют особенно врачей зомбируют получается вот видите это потрясающее упражнение я за из асан совершенно верно их очень много но почему вот сейчас кровь пошла куда ну понятно в нижнюю часть тела в нижнюю часть тела вот щитовидную железу также сердце грудная полоса и в голову и в голову так вот а если выпрямить ноги это кровь будет задерживаться на щитовидной железе куда пошла кровь мы ее направили именно на щитовидную железу и там где кровь разрушается все болезни на высшем уровне там мало крови там где мало крови там нарушен местный иммунитет перенозный застой недостаток кислорода не микро макроэлементов начинает развиваться эти болезни их сотни я говорю главные причины уберите причины не надо убирать следствие не надо лечить следствие надо убирать все главные причины дальше в клиниках международная клиника когда я работал в 12 лет это онкологические клиники мы очень часто применяли дмс они продают магазины здоровья но люди не знают зачем вообще и что такое дмс вот и внутривенно владели и делали компрессы примочки дмсо и даже в клизм дмсо это производная от пульпы дуба которая в 60-х годах в америке принималась медиками официальной медицины как самая высшая лучшая противовоспалительная и уничтожающий любую боль применял дмсо также с успехом эдгар кейс вот значит нужно значит пополнить кровь микро-макроэлементами и то есть там какие витамины идут витамин е витамин си аскорбиновая кислота витамин b12 b комплекс гормоны естественные которые идут от трав и от корней правильное питание почему потому что когда человек болен когда у него застой то мясное все идет во вред яйца рыба потому что она сгущает это только здоровый человек спортсмен может есть пищу животного происхождения когда он потеет когда он двигается а для других лучше переходить на вегетарианство если я правильно понял да вообще любые болезни особенно вот простатиты и болезни простаты вот и как и у женщин так и у мужчин лучше мало есть а еще лучше не есть на сок в это время сам медик ему скажет кому-то недели кому-то две недели кому-то месяц на сок вот соки отвары бульоны все такое жидкое чтобы перейти на малые обороты чтобы желудок меньше работал и чтобы больше энергии тратилось на восстановление нам борис я прошу прощения у нас постепенно подходит концу время нашего эфира и мы можем в принципе продолжить эту тему если еще есть информация в следующий раз кроме того может быть будут поступать какие-то комментарии вопросы от наших слушателей и зрителей у вас будет возможность дать ответы хорошо у вас какие-то вопросы есть ну я наверное уже те вопросы которые хотел пока задал желаю вам новых открытий в этой области и новых возможностей поделиться эта информация с теми для кого она действительно интересна и полезна будем кончать хорошо